В Усть-Майском районе состоялось торжественное открытие года экологии и особо охраняемых территорий. Глава района вручил символ года руководителю инспекции охраны природы. На мероприятие побывали и наши коллеги. В районном центре состоялось торжественное открытие года экологии и особо охраняемых территорий. Глава района вручил символ года экологии руководителю инспекции охраны природы. Год экологии объявлен в России своевременно, я считаю. И можно не ограничиваться одним годом, собственно говоря. Эту работу нужно проводить ежегодно. Но, тем не менее, значит, в этот год надо сосредоточить усилия на, так сказать, на генеральной уборке. Если уже наш президент Владимир Владимирович уделяет внимание, то нам сам Бог велел прибраться хотя бы в нашем поселке. Усмайцы ознакомились с видеороликом восьмиклассников Петропавловской школы «Берегите природу». Школьники Усмайской школы выступили с литературной композицией «Природа. Наш общий дом». Состоялся прием ребят в ряды «Зеленых пионеров». Зрителей порадовали своими яркими выступлениями народные танцевальные коллективы. В Усмайском районе принята и действует муниципальная целевая программа охраны окружающей среды в Усмайском улусе районе до 2019 года. В рамках года экологии будут проведено много мероприятий, создан организационный комитет и поставлены основные направления. По решению администрации района и Совета депутатов района создан организационный комитет по проведению года экологии на территории муниципального района. Разработан и утвержден комплексный план мероприятий на 2017 год, которые объединяют два основных направления – развитие заповедной системы района и экологии района в целом. Год экологии имеет простую, но важную цель – привлечь внимание общества к проблемам экологической безопасности страны. Елена Моисеева, Тимур Канаев, Джулы Слыткин, НВК Саха, Усмайский улус.